Уважаемые магистранты, здравствуйте! Приступаем к дальнейшему изложению вопросов нашей дисциплины. Сегодняшняя лекция будет посвящена психологическим основам личности. Здесь мы рассматриваем два вопроса. Первый вопрос – личность как психологическая категория. И второй вопрос лекции – это социализация и социальная адаптация личности. В условиях ВУЗа. В первых остановимся на первом вопросе. И в качестве введения можно сказать следующее. Проблема человека и личности в течение многих лет, многих веков является предметом изучения, предметом исследования многих наук. Но сказать, что за эти тысячелетия полностью поняты тайны человеческой природы, сказать трудно. Человек – это высшая ступень развития живых организмов. Человек – это субъект и объект общественных отношений. Когда мы говорим о личности, это врожденные и приобретенные качества человека. Это развитие и формирование в определенной социальной среде знаний, умений, навыков, ценностей и целей. И таким образом мы уже лично говорим, что личность – это биосоциальное существо, где здесь соприкасается как биологическая, так и социальная сущность человека. Таким образом, человек – это биосоциальное существо. Какова структура, психологическая структура личности? Психологическая структура личности – это структура герархизированная внутренняя система, включающая и управляющая трех его взаимосвязанных сторон. Это индивидуально-психологические, мировоззренческие и социально-психологические стороны. Индивидуально-психологическая структура личности включает в себе следующие составные элементы. Это психологические процессы. Мы об этом говорили в обведении, когда знакомились с психологической наукой. Что психические процессы – это когда человек познает через органы чувств все то, что его окружает и познает в ту социальную среду и самого себя, где он живет, трудится и развивается. Через такие, еще раз повторимся, через ощущения, через внимание, через мышление, память, воображение и другие психологические понятия. Психические свойства – мы об этом говорили, повторяться, наверное, не стоит. Психическое состояние и психическое образование. Все это включает, так называемый, индивидуально-психологическую сторону психологической структуры личности. Мировоззренческая сторона – это моральный облик, это мировоззрение, это неравственный облик. И третья составляющая психологической структуры – это социально-психологическая сторона личности. То есть отношение к другим людям, какие социальные роли выполняет та или иная личность, социальные позиции и социальные установки. Итак, мы дадим некоторые черты, некоторые характеристики этим чертам личности. Во-первых, мы все с вами являемся личностями. Мы родились как хомо-сапиумы, и хомо-сапиумы – мы как человек. А разумным человеком стали благодаря своему развитию, приобретению знаний, опыта, умений и формированию тех жизненных ценностей и целей, которые у каждого из нас присутствуют. Если коротко перечислить, какими мы сторонами обладаем, каждый из нас, это наша направленность, то есть психическое свойство личности, которое выражается в потребностях, мировоззрении, установке, цели жизни, деятельности и другие. Мировоззрение личности. Ну, это вы уже проходили в курсе социологии, в курсе философии я только займусь перечислением. Мотивы личности, жизненные цели, идеалы, интересы, социальные установки, склонности, отношения к людям, отношения к самому себе, моральные, психологические наши особенности. Все то, что было мною перечислено, все это, дорогие магистраты, у нас с вами формируется в процессе социализации. Когда мы говорим о социализации, в первую очередь хотелось бы напомнить вам, что термин впервые употребил американский социолог Гидденс в своей книге «Теория социализации». Этот термин он употребил в следующих значениях развитие социальной природы, характера индивида, подготовка человеческого материала к жизни. То, что мы сегодня говорим, это приобретение человеком исторического опыта человечества, которое накопило оно за многие годы своего формирования, своей истории. Что можно, как определяет сам термин социализация? Социализацию можно определить как процесс усвоения и активного воспроизводства человеком общественного опыта, в результате которого он становится личностью и приобретает необходимые для своей жизнедеятельности знания, умения, навыки, формирует первозренческую политику, определяет смысл своей жизни и определенные социально-психологические качества. И таким образом социализированный человек это тот человек, еще раз повторяю к вашему сведению, и вы, сидящие здесь, магистранты, тоже являетесь социализированными, ибо имеете определенные знания, имеете определенные навыки в своей профессиональной деятельности. с агентами, то есть кто, какие субъекты участвуют в социализации человека как личности, и мы уже много раз говорили, человеком рождается, личностью становится. и в становлении личности в первую очередь, безусловно, участвуют родители, родственники, друзья, институты системы образования, система информационная, система правоохранительных органов, то есть те органы, которые следят за правопорядком общества и государства, и другие социальные институты. Ну, например, если вы поступили в институт, это профессор в преподавательской составе, если в трудовом коллективе это члены трудового коллектива, руководство трудового коллектива. Вот таким образом мы с вами определили человек, безусловно, ни один человек еще не рождался профессором, ни один человек рождался не генералом, ни один человек не рождался преступником. им не становится и их формирует та социальная среда, в котором человек находится. И в этом плане хотел бы сказать, конечно, сегодня нас изнутри разъедает коррупция. Сотни миллиардов долларов выводятся за границу. Нас наносится огромный вред как экономического, так и морального характера общества и государства. В чем причина? Ведь они учились в школе, они воспитывали в семье, их не учили быть ворами и коррупционерами или преступниками. Поэтому, конечно, мы говорим, когда процесс социализации, он очень тяжелый и многосторонний процесс со своими, как говорится, и положительными, и отрицательными сторонами. Если человек воспитывается в ненормальной среде, в частности, в семье, в семье, конечно, очень многое зависит от первоначальной социализации. Школа, семья, друзья, так называемые, еще раз говорю, общая социальная среда. Процесс социализации как я уже говорил, трудной, тяжелой. И каковы особенности процесса социализации в условиях вуза? Мы уже много раз говорили, что образование это социальный институт, не только готовит человека к той иной будущей профессии, но и в процессе обучения человек формирует и должен формировать в себе какие-то качества. Но мы в практике встречаемся вот теми негативными явлениями, которыми мы являемся сегодня свидетелями. Молодой человек, вчерашний школьник, поступил в институт, оказывается в новых социальных условиях. Ему надо привыкать к процессу обучения, которое отличается от того, о чем мы говорили, от общеобразовательной системы. Во-вторых, он должен приспосабливаться к тем правилам, к тем установкам, к тем условиям, в котором живет и осуществляет свою образовательную деятельность профессорско-преподавательский состав вуза. В вузовских условиях социальная адаптация студентов делится первое. Это профессиональная адаптация, под которую понимается приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков и умений самостоятельной учебной и научной работы. второе. Это социально-психологическая адаптация, приспособление студента к группе, к его ценностям и вырабатывать собственный стиль поведения. Как говорится русская пословица «С кем поведешься, того и наберешься». поэтому все те неписанные законы, неписанные правила, которые существуют во взаимодействии в студенческих группах, к нему вчерашний школьник должен приспосабливаться и еще еще раз к тем правилам, к тем установкам, которые есть в УЗе. Иначе говоря, под адаптацией в условиях УЗа понимается освоение и владение студентами действующих в группе норм нравственных, учебных, личностных и других, которыми владеют все члены студенческой группы. Практика вузовской работы дает основания утверждать, что особенности адаптации студенческой молодежи на разных курсах имеют свое различие. Например, исследователи отмечают три формы адаптации студентов первокурсников в условиях ВУЗа. Первая это адаптация формальная, касающаяся основательно-информационного приспособления студентов к новому окружению. к структуре высшей школы и содержанию обучения в ней, ее требованиям и обязанностям. Вторая форма это общественная адаптация, то есть процесс внутренней интеграции, интеграции объединения групп студентов первокурсников и интеграции этих же групп ее студенческим окружением в целом. И третья форма это дидактическая интеграция, касающаяся особенностям обучения студентам и приспособление этого обучения к вузовским условиям. Многие, как показывает практика, многие первокурсники, связанные с отсутствием навыков самостоятельной работы, не умеют работать с учебниками. Справочная литература часто оперирует книжной формулировкой. В этих случаях особенное требование преподавателя это научить студентов оперировать научными категориями той дисциплины, которой они занимаются и которая оказывается приобретает знания в этой области науки. И надо их безусловно учить к самостоятельно решать или самостоятельно проводить пусть будет несложную научно-исследовательскую работе. В этих случаях конечно возникает момент привыкания и приспособление того или иного студента работать самостоятельно и мыслить научными категориями. Для этого нужна и помощь как я уже говорю преподавателя так и работать со справочной литературой. На втором курсе интенсивно включены все формы обучения и воспитания студенты не только получают общую образовательную подготовку и расширяют мировоззренческую кулазуру, но и постепенно приспосабливаются к изучению своих специальных дисциплин. на последних курсах студенты безусловно готовятся и готовят себя к умению работать практически. И это особенно на преддипломной практике и это на практике, когда студенты третьего курса проходят производственную практику. В целом развитие личности как студента, как будущего специалиста в высшем учебного заведения идет в ряде направлений. Во-первых, укрепляется профессиональная направленность, развиваются необходимые способности для конкретной реализации в будущем в производственных условиях. Формируются такие качества как ответственность, чувство долга за успехи профессиональной деятельности. Но это качество также надо развивать, связывая учебу с конкретной будущей профессиональной деятельностью. учебы к великому сожалению в советской школе были свои вот эти достижения, когда учеба связывалась с конкретной трудовой деятельностью, то, о чем мы с вами говорили на предыдущих лицах. приобретается профессиональный опыт. Все вот эти моменты, то, о чем я говорю, чтобы не было, как говорится, голой теории, к этому искусству, искусству работать самостоятельно, искусству мыслить в решении нестандартных задач, это святая обязанность профессорского преподавательского преподавательского состава. Через самостоятельную работу студента в неаудиторное время. Ну, практика показывает зачастую, особенно студенты первых, вторых курсов, курсов самостоятельную работу превращает переписыванием того материала, который есть в интернет-ресурсах. Наша задача, наша задача, еще раз хотел бы акцентировать, акцентировать, интернет-ресурсы можно пользоваться, но здесь необходимо относиться к ней критически и иметь при презентации своего доклада свою точку зрения на рассматриваемую проблему в докладе, реферате или же в какой-либо другой работе. Конечно, дорогие магистранты, я уже говорил, все зависит, все зависит как объективного, так и субъективного фактора, то, о чем мы говорили. Всегда будьте, как говорится, на острие тех новинок, того прогресса, который сегодня так необходим нашему обществу, нашему государству, нашей стране. Редактор субтитров Корректор А.Егорова